Всем привет! Сегодня у нас будет видео про два автомобиля. Первый из них это Hyundai Solaris 2014 года выпуска. Второй автомобиль будет Rio. У обоих автомобилей есть одна общая черта. Был удален катализатор на небольшом пробеге. То есть примерно 40, 50, 60 тысяч удаляется катализатор и мотор начинает сжать масло. Очень частые истории распространенные, мы про них слышали неоднократно и неоднократно делали эти моторы именно на таких пробегах. Много теорий ходит в интернете, что удаление катализатора ведет к улучшению продувки двигателя и он начинает расходовать масло. Либо то, что там не справляется система вентиляции картерных газов. Истории одни и те же. Мол, до удаления катализатора она ничего не ела, после этого начинает расход масла появляться, уровень убывает на щупе. И за интервал, допустим, от 5 до 7 тысяч люди заливают в районе 2-3 литров масла. Вот, к примеру, этот автомобиль с небольшим пробегом, салон свежайший, пробег 59 тысяч. Расход масла после удаления катализатора составляет 2 литра на 7 тысяч километров. Таким владельцам я всегда говорю, ну ставьте тогда ремонтный катализатор. И почему мы тогда делаем капиталки двигателей с масложором, ну ставили бы тогда ремонтный катализатор и этим самым лечили бы двигатель от залегания маслосъемных колец, от износа цилиндропоршневой группы, от овальных кривых цилиндров. Что ж мы тогда так не лечим эти моторы? Стоит сказать, что жалобы на расход, они не повальны. То есть нет такого явления, что каждый первый и каждый второй владелец после удаления катализатора жалуется на расход масла. Вовсе нет. Если мотор живой и нормальный, расход масла там не будет присутствовать. А вот если машины такие, как в этих видео, ну тогда да, удаление катализатора может повлечь расход масла, если двигатель сам по себе уже не исправен. Вы скажете, как же так? 59 тысяч пробега, 40 тысяч у меня был мотор на ремонте из Москвы с такими же симптомами. А вот так вот. Китайский мотор, тонкие кольца, плюс здесь еще люди заливают программы а-ля Евро 2, которые по факту оказываются программами, в которых просто отключены ошибки по катализатору и поддернута реакция на педаль газа. И не более того, а все экологические нормы и прогревы катализатора не устранены программно. Все это присутствует. Ну, конечно же, такие программы долголетия мотору вовсе не добавят. Следует отметить, что вот данный конкретный экземпляр, сейчас мотор холодный, я только-только его выгнал из бокса. Он не работал, не грелся, буквально минуту-полторы он только поработал. Соответственно, на холодную он не стучит. То есть мотор очень тихо работает. Для этого движка G4FC работает отлично, я бы сказал так. Но клиент жалуется на расход масла. Давайте запустим мотор и послушаем, как же он работает. Как видим, двигатель еще холодный. Работает прекрасно, тихо работает, хорошо, как новый двигатель. Конечно же, я не допускаю мысли о том, что здесь катализатор удалялся неправильно. То есть без снятия, вроде бы все уже все знают. То есть делают нормально, снимают кат-коллектор, выбивают, продувают сжатым воздухом. Мы по умолчанию предполагаем, что именно так и было сделано здесь. Работает замечательно. Перекладки поршней нет, стуков нет. Надо сказать, что у меня люди также удаляли катализаторы и есть обратная связь. То есть большинство ездит нормально, масложоры нет. Но есть и такие экземпляры. Расход масла появляется после удаления. Неужели это заложено в конструкцию двигателя? Давайте разберем, поставим на подъемник и посмотрим, в чем же дело в данном случае. Так, посмотрим уровень масла. Щуп протерли. Почти минимум. Еще часто говорят, что вот, мол, кидает масло после этого во впуск. Сейчас мы откроем патрубок воздушного фильтра. Вот она, трубка вентиляции окарнерных газов. И посмотрим, будет масло здесь или нет. По практике капиталок скажу, что увидеть такое крайне редко можно. Обычно патрубки сухие. Так, снимаем гофру. Здесь все сухо. Абсолютно. Здесь тоже все сухо. Так что, у кого там что кидает, в данном конкретном случае, в рукаве сухо. Мотор ранее не открывался. Заводской герметик на передней плите. То есть, здесь все девственно чисто. Пробег небольшой. Демонтирована навесная клапанная крышка. Передняя плита. Состояние близко к идеальному. Выработки на звездочках практически нет никакой. Натяжитель вышел зубчика на 4. Цепь не растянута. Да и сами видите, двигатель очень чистый. Состояние шеек на четверочку с минусом. В целом, все хорошо. Вот еще один бедолага с масложором после удаления катализатора и небольшим пробегом. Это вторая машина в нашем сегодняшнем видеоролике. Киев Рио 2016 года. Двигатель G4FA. 1,4 объем на механике. Сейчас у нас полдень. Двигатель из Соляриса мы почти уже достали. И пока снимается головка и достается блок, я сниму небольшую вводную по второму автомобилю. Здесь один владелец. Автомобиль также из города Нижнекамска. Клиент жалуется на расход масла 0,5 литра на 1000 километров. То есть 500 грамм на 1000. Заводской допуск, еще раз повторюсь, заводам дается 600 граммов на 1000. То есть по условиям завода-изготовителя это считается нормой для данного двигателя. Почитайте руководство к эксплуатации и удивитесь. Здесь тоже был удален катализатор. После этого начался повышенный расход масла. Еще раз повторюсь, что много автомобилей с удаленными катализаторами ездят нормально и не жалуются. То есть опять-таки мы здесь снова разбираем двигатель и будем смотреть состояние цилиндропоршневой группы. Пробег по одометру 50697. В отличие от предыдущего автомобиля, этот на холодную перестукивают громче. То есть там практически таких звуков я не слышал абсолютно. Здесь же небольшой перестук есть. Двигатель сейчас также холодный, только что его выгнали из бокса. Давайте послушаем. Совершенно небольшой бряк, а не поршневой присутствует, но оно очень слабое и еле заметное. Легкое тарахтение. Опять здесь прошиты программы а-ля Евро 2 со всеми своими приколами. В целом работает неплохо, я бы так сказал. То есть грохота нет, дизеления нет. А то работает хорошо. Небольшое побрякивание для них норма. Тем временем снята головка с Соляриса. Итак, посмотрим, что творится в цилиндрах. Третий цилиндр, уже задиры появились. Второй от Хона остались лысые пятна. Крути. Первый цилиндр тоже в пятнах. Четвертый цилиндр. Такой более-менее. Пошатай-ка. Перекладка присутствует. Для Т-образного поршня это норма. Шатается еще не так сильно, как бывает, когда дизелит крутни. Первый, четвертый посмотрим. Угу. Разберем блок и сделаем инструментальный замер нутромером. Это будет очень интересно. Пробег не сильно большой. Мы посмотрим, какие здесь зазоры. Насос в норме. Каталик удален и варен пламя-гаситель. Удаление проводили не у нас. На часах 13.47. Начали мы полдесятого ориентировочно. Двигателя уже нет. Осталось разобрать блок и головку. Ставим на подъемник второй автомобиль. Это у нас Рио. Белое, которое я только что показывал. И начинаем разбирать там двигатель. Надеемся, к вечеру уложится. Солярис. Как видим, мотор относительно внутри чистый. Клиент мне написал. Действительно, один владелец. То есть, и у Соляриса, и у Рио один, единственный хозяин. Выработка под сальником невелика. Сцепление в идеальнейшем состоянии. Менять его здесь нет никакого смысла, потому что пробег реальный. То же самое по маховику. Он как новый. Так, Рио. Щуп протерли. Давайте посмотрим уровень масла, каким он к нам приехал из Нижнекамска. Здесь всего лишь где-то 60 километров. То же самое. Но никто не смотрит, не доливает. Минимум. На щупе минимум. Еще раз про теорию о том, что масло летит через вентиляцию картера. Снимаем при вас. Сухо. Сухо. С той стороны. Тоже все сухо. Две машины, и у них по вентиляции картера все сухо. Все теории про клапан вентиляции картерных газов, извините меня, это бред. Я рассухарил головку от Соляриса. Буду уж наименовать детали, потому что сейчас мы будем прыгать туда-сюда. С одной машины на другую. Это неизбежно. Выпускные клапана. На них присутствует шуба нагара. Вот здесь, посмотрите, что висит на клапане. Такие дела. Здесь то же самое. На впуске картина получше. Сейчас посмотрим маслосъемные колпачки. Вот здесь я разложил маслосъемные колпачки. Сейчас сначала смотрим впуск. Крупным планом. 8 штук. Что интересно, в этом моторе, в который никто кроме завода не лазил, то есть никаких следов постороннего вмешательства, леогерметика, мы сразу такие вещи видим. Здесь на впуске стоят серые колпачки. Эти колпачки тоже приходят под заводскими артикулами, но по дешевым складам. То есть я считаю, что это не очень хорошего качества колпачки. Невысокого они качества. И они быстро дубеют. Что мы здесь и видим. То есть если мы посмотрим крупным планом на сами вот эти отверстия, мы видим, что они расширились. И колпачки уже жесткие. Но при этом сами по себе с завода они тоже жесткие. То есть вот довольно-таки дубовые колпачки. И при этом цвет резины здесь серый. Колпачки на Рио я покажу отдельно. Вообще на впуске здесь должны быть зеленые колпачки. Зеленые либо синие. А на выпуске должны быть красные. Теперь переходим на выпускные колпачки. Вот они здесь рядочком разложены. И о чудо! Мы видим зеленые колпачки. Колпачки массосъемные. Они все загажены. Вот они внутри зелененькие. Они не должны быть на выпускных клапанах. Видимо какой-то китаец, который собирал этот двигатель. Не секрет, что эти моторы делаются в Китае. Немножко в понедельник ему было плохо. Вот. Все колпачки зеленые. Их здесь быть не должно на выпуске. Они красные. Потом на сборке я вам покажу правильные колпачки. Да даже в принципе может быть сейчас покажу. Если найду на складе. Здесь тоже состояние колпачков видите сами. Они просто в шоке. Ужас какой-то. Состояние пар трений не позволяет сказать о том, что здесь пробег скрученный или смотанный. Так же как и состояние самого автомобиля. Клапана в отличном состоянии. Зазоры в норме. По камерам сгорания тоже все хорошо. Один из примеров тотальной экономии корейцев на всем. Это удешевление конструкции двигателя и упрощение. Вот здесь глухой прилив. В старых версиях двигателя FC примерно с 2007-2006 годов, когда был бараний рог, здесь стояла заглушка. И внутри был фильтр. Этот фильтр отсеивал различные частички, которые шли по масляному каналу на головку. На тех машинах мы очень редко занимаемся ремонтом постели. Вообще те моторы ходили по 200, по 300, по 350 тысяч спокойно. С удешевлением мотора и упрощением его конструктива исчез этот фильтр и вся грязь напрямую идет в фазовращатель, идет в шейки распредвалов и частенько мы здесь видим царапины. Доходят до того, что постели отправляются в ремонт на пробегах уже к 100 тысячам. Рио 1.4. Снята клапанная крышка. Абсолютно идентичная картина. Один владелец. Идеальное состояние звездочек. Сейчас я покажу их поближе. Износ на них минимальнейший. По поводу цепей часто спрашивают, сколько они ходят. В целом есть таксистские примеры, когда цепи ходили по 300, по 250 тысяч и более. Но в целом рекомендуется замена примерно на пробеге 150-200. Дальше уже лотерея. Если вы гоняете, крутите мотор, ездите постоянно на больших скоростях, то цепь, соответственно, изнашивается и вытягивается быстрее. Мотор также очень чист внутри. На вид все свежее, красивое, распредвалы идеальные. И мы смотрим шейки. Все в отличном состоянии. Как видите, все как новое. Кроме одной шейки. Вот опять здесь отсутствует фильтр. Его уже не будет на новых моторах. Он удален конструктивно. Вторая шейка. Как я и говорил, что-то попало в масляный канал. Вылезло вот через маслоподачу. И здесь наделало несколько глубоких царапин. Из-за одной шейки, наверное, смысла нет ремонтировать эту постель. Потому что все остальное в идеальном состоянии. Тоже есть единичные царапинки. Я думаю, что здесь мы ограничимся легкой полировкой распредвалов. Пока что до напыления здесь еще далеко. Но тем не менее, даже на таком маленьком пробеге, как видим, уже встречаются проблемы с шейками. То есть, вот, пожалуйста, несколько царапин уже есть. Здесь ездил человек в годах. И я не думаю, что он относился к машине как-то варварски. То есть, видно, что масло менялось. И мотор чистый. Но конструктив, к сожалению, лишен фильтрующего элемента. Картина просто печальная. Просто печальная. Какой там клапан вентиляции картерных газов? Что за бред? Какой там катализатор, когда здесь мотор из живого места уже не остается? За эти жалкие там 50-60 тысяч. Смотрите, что здесь. Колено из царапана. Поршни-то какие. Вот это третий поршень. Там, где были задиры. Вот это второй. Я спросил у клиента, в каком состоянии был катализатор, когда его удалили. Он говорит, разрушений больших не было. Были крапинки. А так, говорит, каталик был нормальный. Какой катализатор спасет от залегших и закоксованных поршневых колец? Массосъемные кольца-то лежат. Юбки все исцарапаны. О, что здесь? Кольца все залегли. Кольца дерьмо. Низкого качества. Хватает этих колец китайских на 40, 50, 60 тысяч. И все, и они залегают. И новые кольца также лягут тысяч через 70. Потом он будет еще ходить, это без сомнения. Как и ходят многие другие. И таксисты ходят, и другие люди по 100, по 200 тысяч. Залегшими кольцами, потому что форсунок охлаждения поршней нет. И масла в большом количестве сюда не подается. В этом и секрет этого мотора. Пока кат не удален, пока мотор не тронули, он худо-бедно ковыляет, ездит. Как только что-то тронули, что-то поменяли, все. Пошел разлад. Масло сливается с Рио. Все в пудре. Алюминиевая пыль. Во всем объеме масла. Рио фактически новое. Посмотрите, никакой ржавинки нет. Новые детали ходовой. А пока пару слов о тех, кто здесь удалял катализатор. Кожух стоит неправильно. Он должен стоять к моторному щиту. Но его поставили кверху задницей. Вот он. Кожух стоит неправильно. Пудра осела и почти уже незаметно. Вспоминаются слова одного клиента. Это был Sorento 317 тысяч пробега из Москвы. Я, говорит, устроился как-то работать в сервис. У себя во дворе денег не было. Были материальные трудности. Темная полоса в жизни. И в сервисе, говорит, мне довелось поучаствовать в ремонте Solaris. Двигателя G4FC. Он пришел с масложером в Римзону. Ему назвали стоимость ремонта около 60 тысяч. И я, говорит, наблюдал как владелец этого сервиса. Разбирал двигатель. Он ни одной прокладки, ни одной детали новой не поставил. Он просто разобрал двигатель за один день. Собрал за тот же самый день. И все, что он сделал, он отодрал за легшие кольца закоксованные. Почистил их ножичком, говорит, помыл немножко в бензинчике и поставил назад. Ничего нового не было установлено вообще. Был залит старый антифриз. И даже, говорит, представь себе, залил старое масло назад в двигатель. После этого пришел клиент. Ему объявили, что здесь возникли некоторые трудности. И теперь стоимость ремонта будет 80 тысяч. Клиент безропотно рассчитался за такой ремонт. Забрал автомобиль. Естественно, масложер поначалу исчезнет. Потому что старые кольца, по сути, оторвали от закоксованных канавок. Немножко почистили и поставили назад. После этого, говорит, я через непродолжительное время уволился из того сервиса. Я просто, говорит, не мог это наблюдать. Одна из проблем этого китайско-корейского мотора. Днем отсутствуют форсунки охлаждения поршней. И до сегодняшнего дня пока что 1.6 в атмосферном варианте и 1.4 не комплектуются форсунками охлаждения поршней. Здесь даже нет под них приливов. Примерно с 2015 года в отливке блока появились эти самые приливы. Но форсунки до сих пор не устанавливаются. Их привилегия только седые турбированные. То есть на турбосиде такие форсунки есть. Мы ставим эти форсунки в атмосферные двигателя, но при наличии приливов. Здесь, к сожалению, их нет в отливке. Ну и вот тем, кто не верит, что здесь кольца легли. Спросил я у клиента, что заливал. И у первого Solaris, и у второго. Значит, Solaris заливал Shell Helix HX8 вязкостью 5W40 и менял каждые 10 тысяч. Про Рио я скажу позже, когда мы дойдем до него. Так, вот я снимаю компрессионные кольца. Компрессионные кольца не залегают, с ними все бывает нормально. Компрессию мерить бесполезно на таких моторах. Мы вообще этим не занимаемся, потому что компрессия будет масляной. Теперь вот смотрите. Ах, что-то в глаз, похоже, попало. Кольцо, кольцо подвижности нет. Лежит в канавке. В принципе, не сказать, что оно прям закоксованное в ноль или в усмерть. Но оно загажено. Сейчас придется его практически отсюда вырывать. Второй поршень. Вот я его отклеиваю. То есть, оно слабое. Жесткости и упругости у них мало. Это дешевая технология, эти наборные кольца. Надолго их не хватает. Кому как, в принципе, хватает поездить. Лучше, конечно, были бы коробчатые кольца. Но коробчатые кольца мы встречаем на турбосидах. И завод на масс-маркет их сейчас уже не ставит. Потому что, видимо, вот эти кольца, они им дешево обходятся. То есть, себестоимость их невелика. Поэтому их ставят на массовый сегмент. Вот смотрите. Оно прям отклеивается. То есть, кольца легли. Теоретически, здесь могла бы помочь раскоксовка. На какое-то время. Но от этих царапин она не поможет. От износа и задиров тоже не поможет. Поэтому к нам приезжают эти автомобили. Бывает, что после нескольких раскоксовок... Вот, отклеил. Отщелкивается прям кольцо. Вот оно лежит. Смотрите. Я его выгибаю. И оно кое-как выходит. Такого быть, конечно же, не должно. Стоит ли говорить про Весту, которая была у нас недавно, стулы. Триста тысяч пробега. Наговенной программе с газом. Программа ужасная, где было выключено практически все. И она прошла триста тысяч. Пришла к расходу масла литр на десять тысяч. Изменений по геометрии больших не было. Цилиндры были почти нормальные. И отделался расточка в ремонтный размер по чугунному блоку. А здесь блок алюминиевый. Сейчас мы снимем размеры с поршней и посмотрим, что у нас в геометрии цилиндров. Некоторые здесь просто бы поменяли кольца. Стоит ли это делать, может дать ответ только нутромер. Архитектура блока с открытой водяной рубашкой. Ввиду чего, большой жесткости у блока нет. Вот это все силуминовое, очень тонкие стенки. И геометрию держит плохо. Для блоков 1.4 и 1.6 это еще более-менее терпимо. Но на моторах 2.0 и 2.4 эта архитектура блока показывает свои слабые стороны. Блок начинает деформироваться. То есть геометрию цилиндра держит очень плохо. И через некоторое время появляется деформация. Скажем так, цилиндр ведет. Он становится овальным, яйцом. И мотор начинает жрать масло через какое-то время. Ввиду искривления этих самых цилиндров. То есть здесь могла бы помочь старая технология с чугунными цилиндрами, с блоками. Но, к сожалению, все это давно уже в прошлом. И вот имеем то, что имеем. Тоненький как бумажечка блок с очень тонкими чугунными гильзами, залитыми внутрь. Простейший тест на овализацию цилиндра, когда у вас нет никаких инструментов мерительных под руками. Вот так вот. Ну, пошни не клинит. И то ладно. Хотя они уже изрядно вытерты и изношены. Тем не менее, в этом плане здесь... Ну вот, если только... Здесь надо будет первый посмотреть повнимательней. Так он уже падает практически, он вообще не держится. А вот здесь немножко его потуже, потуже идет. Намного туже. Так. Снимем размеры с юбок поршней. Размер юбки примерно три сотки в минусе. От нуля. Этот размер мы принимаем за базу. И относительно него настраиваем нутромер на ноль. Далее смотрим, что у нас в цилиндрах. Все четыре поршни примерно одинаковые. Так я настроил нутромер. Давайте начнем с четвертого цилиндра. Покажи. Потому что четвертый. Нет. Угу. Так, плоскости пальца. Зазор пять соток. Пять. Семь. Семь. Эллипс две сотки. Семь. Шесть. Внизу. Так. Шесть. Пять. То есть сотка две эллипса. Зазор дошел до семи соток. Семь. Либо был сделан таким с завода. Семь. Шесть. Пять. Первый цилиндр. Шесть вверху. Шесть. Плоскости пальца. Пять. Пять. Зазор шесть-семь соток. Это, конечно, довольно много. Но не сказать, чтобы критично. В принципе, здесь можно поменять поршневые кольца. И действительно масло жора уйдет на какое-то время. Но я предпочту все-таки перегризовать блок под нормальный зазор где-то 3-4 сотки. И поставить новые поршни. Потому что вот это меня совершенно не устраивает. Такое состояние. Ну, кого-то устроит. Кто-то сделает ремонт дешевле, чем мы. Пожалуйста, делайте. Я не против. Вы делаете. Мы после вас переделываем. Все довольны. У всех есть работа. С такими моторами тем более. Перегильзовка этого блока будет чугунными гильзами. В дальнейшем можно еще раз перегильзовать. Но тогда гильзы уже будут из спецзаготовок. Подороже. Это гильзы вот чугунные. Есть варианты расточки. Но не всегда эти поршни есть в наличии. Следующий автомобиль это Рио 1.4. Мы будем растачивать ремонтный размер. А 1.6 мы гильзуем под заводские поршни и кольца ТП. Последнее, на что стоит посмотреть в Солярисе, это износ поршневых пальцев. Они здесь запрессованы в шатуны. То есть на этом тоже сэкономили втулок. В шатунах нет. Пальцы запрессованы жестко, без топоров. Износ здесь очень небольшой. Канав нету. То есть пальцы нормальные. Так что пробег вполне себе реальный. С дефектовкой Соляриса мы закончили. Дальше занимаемся только Рио. Любителям почитать прессу в нашем кадре могу посоветовать обратить внимание на татарские анекдоты, если вам стало скучно. Рио продолжает разбираться. Дело идет к третьему часу дня. Shell Helix Ultra 5W40 клиент заливал, специально у него спросил, задал вопросы. Заливалось это масло в автосалоне. И он проходил также межсервисные замены масла каждые 7,5 тысяч. То есть гарантийный того раз в 15 и 7,5 межсервисные замены масла. 5W40 Shell Helix Ultra. Мотор чист, даже чище, наверное, предыдущего. Абсолютно одинаковая картина. Такие же звездочки. Также натяжитель вышел на свои, там, по-моему, зубчика 4, 3,5. Примерно состояние равно новой цепи. Здесь даже, пожалуй, еще чище мотор. Посмотрите, плита вообще идеальная. То есть здесь мы видим двигатель с интервалом замены 7,5. Тем не менее, это его не спасло от масложора. Сейчас, конечно, будут раздаваться крики в комментариях о том, что, мол, 5W40, смотрите, ха-ха, там, гуталин, ваша полимерка, все загадила, как они обычно любят писать. Ну, что она здесь загадила? Ничего она здесь не загадила. Мотор чистый. С зазорами клапанов все в порядке на обеих машинах. Вот Рио впуск-выпуск. И Солярис у нас вот здесь вот. Так что с зазорами все замечательно. Насос немного похуже, чем на предыдущем автомобиле, но, тем не менее, в норме. Несмотря на более частую замену масла, чем на предыдущем автомобиле, это очевидно, состояние шеек здесь хуже, чем на Солярисе. Здесь придется полировать шейки обоих распредвалов. Пока что этим ограничимся, но в будущем при большем и более сильном износе придется напылять постели. Пока что здесь ограничимся полировочкой. Головку с Рио сняли. Тоже где-то у кого-то удалял катализатор. Пламегас мы такой не ставим. С маленькими редкими отверстиями. Видите, там внутри. Ну, пламегас стоит. То есть, теория о том, опять-таки, что установка пламегаса каким-то образом заменяет катализатор, и что масла жрать она не будет с пламегасом, здесь не работает. Потому что мотор мертвый изначально. Здесь все интереснее, чем на Солярисе. Цилиндры-то лысые. Хоны нет. Вот еще одна теория. Так, второй лысый. Третий лысый. Посмотрите, какой обильный нагар на поршнях. Четвертый все в полосах. Тоже остатки хона просматриваются. Первый лысый. Давай шатай. Второй, третий. Вот он и перестук. Первый, четвертый. То, что он и стучал, мы это слышали. Но не сказать, что дизелил сильно, мог бы еще поездить, в принципе, заливая 0,5 литра на 1000 километров. Все же в допуске. Что вам не нравится? 0,5 литра на 1000. По книжке 0,6 разрешается на 1000. Если вы приедете с таким мотором к дилеру, он скажет, у тебя все нормально. Все в допуске. Читай книгу. До свидания. Мотор исправный. Окей. Одна шпилька вот выкручена. Не затянули. Московское время 4 часа. Разбираем блок. Головка от Рио разобрана. На этот раз завод не ошибся. С масловъемными колпачками. Как и положено, на выпуске стоят красные колпачки, на впуске стоят зеленые. Здесь все правильно, в отличие от предыдущего двигателя. Мотор практически девственно чистый. Здесь замена масла раз в 7500 определенно дала свои результаты. И как я и говорил, на машине предыдущей, в Солярисе 2014 года, пеньков под форсунки не было. А здесь с 2016 года они появились. Поговорю с клиентом, может быть он захочет установить форсунки охлаждения поршней в этот блок. Вот она редкая удача. Такие блоки я вижу очень редко. Пошли они только примерно с 2015-2016 годов. Как видите, здесь сделаны приливы под масляные форсунки, но они не задействованы. Даже завод нам услужливо сделал площадку фрезой. На предыдущих моторах даже площадка была не фрезерована. Я предложил клиенту поставить в форсунки охлаждения поршни маслом заводские, и он согласился. Этот мотор, несомненно, после ремонта пройдет намного больше, чем такой же без форсунок. Но если в блоки их ставить некуда, тут уж извините. Достаточно сильно изменена отливка. То есть это видно. Здесь сделан такой вот паз, выборка. Отливка изменилась. То есть завод все-таки движется в сторону того, чтобы ставить форсунки, но по каким-то причинам, сделав подготовку двигателя под форсунки, тем не менее, до сих пор их еще не устанавливает. Возможно, это единая отливка для упрощения, скажем так, номенклатуры и уменьшения количества отливок. То есть этот блок пойдет и на турбо, и на атмосферу. На турбо форсунки поставят, на атмосферу нет. Головка разобрана. Посмотрим на колпачки повнимательнее. Любителям менять колпачки здесь определенно не повезло бы. Это было бы бесполезно. Колпачки здесь совершенно нормальные. Зелененькие на впуске хорошие. Красненькие тоже неплохие. Да, они немножко загажены, но тем не менее, колпачки живые. Вот именно такие колпачки должны быть здесь с завода. Что было на Солярисе, это, конечно, интересно. Сцепление полная копия предыдущего автомобиля. Как видите, накладки все целые, живые. Все здесь оригинал, стоит с завода. Лепестки не запавшие. Износ небольшой. Сцепление оставим. Да, вот, кстати, и маховик. Тоже в прекрасном состоянии. Разобрали блок цилиндров. Вкладыши потертые. Канавка под задним сальником очень небольшая. Есть царапинки на шейках. И вот эта темная такая вот полоска на первой коренной шейке. Я думаю, что коленвал мы сможем спасти полировкой. Теперь посмотрим поршневую группу поподробнее. Более частая смена масла действительно дала свои результаты. На удивление, кольца здесь не загажены коксом и чернотой. И они абсолютно нормальные на вид. И не потеряли своей подвижности. Ну, нет, вот, смотрите. Видите, проворачиваются. То есть подвижность у них имеется. Некоторая упругость тоже имеется. Они не закоксованы. Да, упругость у них сохранилась. При этом все юбки исцарапаны. Потратим время. Померяем геометрию цилиндров. Предложил клиенту поставить форсунки охлаждения поршней маслом. Он согласился. В отличие от Соляриса, здесь год более свежий. И присутствует второй катализатор-дожигатель. Он не очень большой в размерах. Находится в подполье. На всякий случай посмотрим камерой, что с ним, в каком он состоянии. Мало ли, вдруг там что-то какие-то разрушения, или он забит. У нас Рио 2016 года с масложором. Мы смотрим второй кат-дожигатель. Я долез эндоскопом. Почти где-то 0,7 метра провода я засунул выхлоп. Вот это у нас прием выхлопных газов. Как видите, он абсолютно нормальный. Не разрушенный. Поэтому с ним делать нам ничего не нужно. Мы его оставляем. Состояние у него отличное. Давайте посмотрим, в каком состоянии у нас колечки. С компрессионами, как обычно, все хорошо. Вот. Массосъемные. Казалось бы, да. Сороковка должна, как вы там пишите, все загадить, все засрать. Но мотор чистый. Если бы... О, смотрите. Диски вроде свободно вышли. А пружину достать не могу. Вот. Хвост нашел. Расцепил. Пружина чистая. То есть, черноты и шлака, как на предыдущем двигателе, здесь нет. Вот она, более частая смена масла. Еще один поршень. Сломал кольцо. Вот. В принципе, смотрите, подвижность присутствует. Пружинный расширитель передвигается свободно. Вот хвостик нашел. Так, посмотрим. Да, видите, легко снимается. То есть, я не выдираю ее из канавки. Пружины хорошие. Здесь тоже, вот смотрите, прям все кольцо. Оно двигается и достаточно свободно. Вот. Все снимается легко. Хвостик тоже я быстро нашел здесь. Вот еще посмотрим. Тоже диски передвигаются. Легко снимаются. Так что, вот вам полимерочка, господа. 5W40. Просто менять надо почаще на нашем бензинчике. И все будет нормально. Сделаем замер диаметра юбок поршней. Потом посмотрим геометрию. Состояние здесь хуже, чем у предыдущего двигателя. Юбка в минусе примерно на 5,5-6 соток. Ну, условно, возьмем 5-5,5 в минусе. То есть, там было минус 2, минус 3. Так, простой тест. Быстренько. Также проведем. Здесь уже все болтается. Вот он и стучит. Ничего уже не подкусывает. Вот он легко. Легко туда уходит. Настраиваем нутромер и посмотрим. Покажи цилиндры. Начнем замер с четвертого. Вот он у нас здесь. Я настроил нутромеру и показываю. Четвертый цилиндр. Красавчик. 10. Плоскости юбки. 10. 0,1 мм зазор. 0,08. Мне будет проще сотки называть. 8 соток. То бишь, эллипс 2 сотки. Третий цилиндр. Плоскости юбки. 11. 10. Плоскости пальца. 9. А, нет. 8. Вру. 8. Так, верхней части. Тоже где-то 8. Второй цилиндр. 10. Плоскость юбки. 10. Внизу. Плоскости пальца. 8. 8. Первый цилиндр. 9. 9. 10. 7. 7. Почти 8. 7. Итак, у нас эллипсность составляет 2 сотки, зазор дошел до 0,01 мм, то есть 10 соток, одна десятка. Замечательно, вот вам и стук, 0,01 мм зазора и он уже начинает брякать. Когда зазор будет увеличиваться дальше, он будет стучать еще сильнее, потом будет перекладка, дизеление и мерить там уже будет бесполезно. С дефектовкой у меня все, этот блок пойдет в расточку 0,5, 1,6 блок пойдет в гильзовку под стандартные поршни. В качестве небольшого резюме подведем некоторые итоги. У нас есть два двигателя, примерно одинаковых, по пробегу, с одним владельцем на каждом автомобиле. У Соляриса масложор был меньше, чем у Рио, то есть здесь он дошел до 0,5 литра на 1000, у Соляриса 2 литра на 7000 пробега. Все дело вот в данном случае с Рио в зазоре, то есть здесь поршни уже болтаются, геометрия цилиндров уплыла, стерло и хон в блоке, стерло юбки поршней. Так что здесь, как вы понимаете, установка катализатора обратно, она ничему не поможет абсолютно. Вот абсолютно ничему она не поможет. Звонили нам такие деятели с просьбами поставить катализатор назад. Ну, это примерно как лечить двигатель с пробегом на той же Вести, там 300-400 тысяч, лечить катализатором. Чего ж тогда на Вести 1.8 катализатор стоит и она все равно подъедает масло? Да не в каталике здесь дело. А просто в том, что на первом автомобиле залегли кольца, а в данном случае износ по цилиндрам достаточно велик. Вот и все. И никакие клапаны вентиляции картерных газов, никакие катализаторы, никакие там, я не знаю, какие еще теории были. Что там было? Там еще какая-то теория была. А, пламя газ типа. Вот, ну, пламя газа здесь стоят. И что? Все равно они масло сжрут. Если мотор неисправен, он и будет масло сжать? А то развели там целую дискуссию, целые теории про вентиляцию картерных газов у них, видишь ли, там. Не вентилируется так, как надо. Вентилируется не туда, а вентилируется не так. Вот причина в чем. Просто деятели с этими КВКГ-клапанами никак себе в голову не могут вдолбить один простой факт. Это говеный китайский мотор с говеным блоком, говеными поршнями, Т-образными, малюсенькими, пипирушными, с такими же тонкими, дешевыми, погаными кольцами. Вот и вся причина в чем. Так что покупайте больше Рио и Солярисов, чтобы у нас была работа. Нужно больше брать корейцев. Клиент на Солярисе не смог нам предоставить фотографию катализатора, но сказал, что больших разрушений нет. А вот клиент на Рио, к счастью, сохранил фотографию катализатора, которую нам он любезно и прислал. Номер автомобиля я удалил с фотографии. Вы можете полюбоваться фотографией катализатора, на котором никаких ям нет, а есть лишь крапинки. То есть теория о том, что он там развалился, забился, здесь мы можем отмести. Это совершенно не так. Просто износ цилиндров, износ юбок поршней. И зазор 0,1 мм не могут уже ничего удержать. И масло летит через кольца в цилиндры. Такие дела. А то все клапанов КВКГ. Надо 10 клапанов КВКГ на каждый цилиндр поставить, и масло сжать не будет. И у кого это будет работать, тот озолотиться будет миллиардером круче, чем Илон Маск. Будет ремонтировать моторы всего лишь с заменой клапанов КВКГ. И все. Не надо никакие росточки, какие там новые кольца, какие-то гильзовки, маслосъемные колпачки. Нужно просто 100-500 клапанов КВКГ, и все, масложор пропадет сразу. И еще катализаторов по 10 штук варить в тракт. Тогда точно масложора не будет. Блок был загильзован под стандартный диаметр. Привели зазор в норму. Здесь у меня разложены заводские поршни. Новые вкладыши, сальник, полукольца, клапачки я покажу позже. Блок готов. Это потом скажут. Не шатали, не стучали. Вот пошатали и постучали. Не стучит. Собираю головку, почистили клапана. Вот они, настоящие колпачки. Впускные синенькие. Впускные красные. Не берите дешевые колпачки. По низким ценам это гарантированно будет не очень высокого качества изделия. Начинаем сборку с Соляриса. Блок установлен в моторный отсек. Пока собирается Солярис, соберу блок для Рио 1.4. Блок был расточен в ремонтный размер 0,5. Ремонтные поршни мы на этих моторах применяем пока что ограничены. Собственно, вот поршневая собрана. Как видите, маслосъемные колпачки такие, какие должны быть. Выпуск красный, пуск синий. Блок готов. Головка собрана на Рио 1.4. Собрали привод ГРМ, обновили цепь, башмаки, натяжитель. Солярис готов. Работает. Печку проверили. Ремонт этого Соляриса занял порядка одной недели. Включая гильзовку, общий бюджет 73 тысячи рублей, запчасти, работа и механообработка. После такого ремонта масложор исчезает. Ну, до какой поры? До того, как снова эти кольца не залягут, не закоксуются. Либо до того, как блок снова не поведет и геометрия на этот раз уже гильз не уплывет. В следующий раз мы можем уже гильзовать на толстые гильзы. Так что это ремонт не последний. Ну, а теперь приступаем к сборке Рио 1.4. И никакие клапана вентиляции картерных газов здесь не требуется. Ничего не нужно с системой вентиляции картерных газов придумывать или мудрить. Без всякого катализатора все полностью исчезает, потому что устранена сама причина масложора. Это геометрия цилиндров и кольца поршневые, которые выработали свой ресурс. Увы и ах, это реалии этого китайского мотора. Рио 1.4. Устанавливаем двигатель на Рио. Солярис сегодня забрали. Шейки распредвалов. В данном случае отполировали. Зазоры клапанов в норме. Собрали ГРМ. Здесь также обновляем цепь башмаки-натяжитель. Двигатель почти собран. Осталось лишь навесное. Здесь также мы уложились примерно около 8-9 дней. Бюджет ремонта составил 67 тысяч рублей. Теперь несколько моментов. Конечно, может кто-то возразить, что вот, мол, таксисты там ездят сотни тысяч, 300, 400, 500. Да, есть такие примеры. Мы и сами видели эти автомобили в такси. Общались с таксистами. Часть из них своевременно удаляла катализатор. То есть очевидно, что когда кольца поршневые были в нормальном состоянии и катались. Но масса таксистов ездит очень спокойно. Мотор не крутит. То есть тут есть вопрос с частотой замены масел. С стилем езды. И отношение у них совершенно другое к автомобилю. У них мотор будет трещать. Жрать масло литрами. Они будут ездить. Им все равно. То есть мотор едет, везет. И это единственная, скажем так, причина, по которой он у них считается рабочим и живым. Важное замечание по обоим автомобилям. Пришлось менять программы, которые им кто-то здесь прописал. На всех программах не выключен прогрев катализатора. Нормы экологии, которые греют двигатель. Ну, в общем, черти что. Лишь бы отключить чеки, чтобы не горели 420 ошибки. И все, весь смысл этих прошивок. Точно так же они греют двигатель, как и с катализатором. Теперь по поводу того, что катализатор нужен ли он или нет. Конечно, в плане экологии запах от автомобиля он нужен. После ремонта у нас есть отзыв от Соляриса из, по-моему, Новокузнецка. Если не ошибаюсь. Так вот, он проехал уже после ремонта 18 с чем-то там тысяч. Гоняет по трассе на больших скоростях. То есть, мотор прошел обкатку, приработался давным-давно. И расход масла очень незначительный. То есть, там какие-то сотни граммов. Вот я просто прикладываю отзыв, приклеиваю. Можете почитать сами. Он мне даже скриншот прислал своего щупа масляного. Ну, вот и все, господа. Радуйтесь китайскому мотору. Готовьте деньги на ремонт, если же вы купили эти автомобили. Ну, а если хотите ездить по 200-300 тысяч, не грея голову в таких моментах, берите тогда Весту. Че вы? Че вы Весту-то не берете? Вот, 300 тысяч таксист проехал. Без вопросов. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания. У зрителя, конечно, может создаться впечатление, что удаление катализатора на автомобиле Рио или Солярис с двигателем Гамма 1.6-1.4 в обязательном порядке повлечет за собой масложор. Однако, это вовсе не так. Существует масса примеров, в том числе и в нашей практике, когда после удаления катализатора люди ездят вполне себе нормально и обычно. Вот, это один из таких примеров, этот автомобиль Киэрио 2015 года из Альметьевска. Не помню когда, примерно год-полтора назад мы здесь удаляли катализатор. Ездит пожилой человек, на автомобиле установлен газ. Общий пробег примерно около 110 тысяч километров. С 8 тысяч он установил газовое оборудование и вот приехал на регулировку клапанов. Последние несколько замен он ездит на Лукойле, пробовал заливать и Шелл, и оригинальное масло. Общий вывод такой. С самого начала мотор немного подъедал масло. То есть, как только он купил новый автомобиль, он здесь единственный владелец, расход небольшой присутствовал всегда. Большинство владельцев практически за уровнем не следит, это факт. То есть, приезжают машины, у которых уровень масла находится на середине или на минимуме. Таким образом, они весь межсервисный интервал ездят за уровнем, практически не смотрят. И когда им говорят, что надо смотреть после удаления катализатора, они таки начинают смотреть. И обнаруживают, что мотор что-то ест. И скорее всего, он ел и до этого. Что этот клиент и рассказывает. Расход масла составляет, внимание, 100 граммов на 1000 километров. Этот расход был и до удаления катализатора, и после удаления катализатора. Здесь варен пламя газ и прошита программа. Вот такие дела. 100 граммов на 1000, это примерно литр на 10 тысяч, либо 0,5 грамма на 5000 километров пробега. То есть, в принципе, это нормальный расход, учитывая, что завод дает допуск 600 граммов на 1000 расхода масла. И ниже 600 граммов вообще никакие претензии не принимает на этот двигатель. Что вполне разумно, учитывая толщину колец и отсутствие какой-либо-то ни было жесткости блока цилиндров, изготовленного из силумина. Как вы уже увидели, результаты замеров просто удручают. Еще могу сказать следующее. Качество этого двигателя определяется не только тем, что он силуминовый. Тем, что здесь все удешевлено. Тем, что здесь даже отсутствует заглушка с фильтром, который отфильтровывал в старых моторах грязь. Которая поступала к шейкам распредвалов. Даже здесь ее уже нет. Здесь тоже на этом моторе ее нет. Вот, прилив глухой. Как следствие, здесь установлены не чугунные распредвалы, а распредвалы из пустотелой стальной трубы с надезанными на них кулачками. К сожалению, износостойкость этой трубы, она посредственная. Чугун все-таки в этом плане гораздо более лучший материал, что мы и наблюдаем. Куча старых моторов с громаднейшими пробегами по 200 тысяч, по 300, с нормальными шейками. И только вот эта вот сопля алюминиевая. Практически каждый первый-второй мотор приходит с уже поврежденными шейками распредвалов. Это мы выявляли и на пробегах и 50, и 60, и 70, и 100 тысяч. Сейчас я покажу шейки распредвалов крупным планом, и вы сами посмотрите. Это выпускной распредвал. Клапаны здесь зажаты, мы снимаем распредвал для того, чтобы их отрегулировать. Как видите, шейки уже имеют царапины, потертости и выглядят весьма печально. Это, конечно, еще не самая последняя стадия, что мы наблюдаем. Но, тем не менее, состояние, конечно, среднее. И это всего лишь 100 тысяч пробега у пожилого человека, которого заподозрить в том, что он гоняет, крутит мотор куда-то в облака, совершенно невозможно. Вот это реальность этих моторов, этой гаммы. Нужно отметить также то, что натяжитель вышел всего лишь на три зубчика, что является нормой и показателем новой цепи. То есть в 100 тысяч в спокойном режиме цепь абсолютно такая, какая была установлена с завода, она не растянута. Фактически мы являемся первыми, кто вскрывает этот двигатель для проведения регулировочных работ. Выработка на зубчиках по цепи также очень невелика. Так что здесь 50-50, как вам повезет. Попадется ли блок с кривой геометрией, попадется ли блок, у которого залягут кольца через 40 тысяч или 30 тысяч. Через наши руки прошло много этих моторов, очень много. И были, конечно, большие пробеги, и по 200 тысяч, и более тысяч. Но были его такие маленькие пробеги, когда моторы капиталились на 40 тысячах. Ну и поскольку уж мы в этом видео затронули тему масел и масложора, давайте все-таки еще раз остановимся на маслах, которые рекомендует завод. Владелец KSI 2019 года с пробегом 2000 километров приезжал к нам в гости на удаление катализатора от писка программы. Ничего у него после удаления катализатора не случилось с масложором, его как не было, так и нет. То есть мотор был исправен. Он нам любезно прислал фотографии сервисной книжки, а точнее тех страниц, на которых заводам даны рекомендации по выбору вязкости масел моторных. Дело в том, что очень часто в комментариях на нашем канале и других каналах нас ругают за то, что мы советуем какие-то не такие масла, по мнению вот этих вот деятелей, что мы рекомендуем вязкие масла, гуталиновые, после них мотор зарастет грязью. Ну, как мы увидели в этом видео, ничего грязью не заросло, но тем не менее критика продолжается в наш адрес. И очень неплохо бы этим самым критикам и идеологам заливания жидких масел, собственно говоря, ознакомиться с сервисной литературой, которую дает завод к автомобилям. Потому что, судя по этим комментариям, ни комментаторы, ни эти самые поклонники жидких масел, они вообще никаких книжек в глаза не видели. Так вот, давайте же посмотрим эти скриншоты, которые нам присланы любезно владельцам Kia Ceed 2019 года. Вот они. Всего у нас будет две страницы и вот одна из этих двух страниц. Здесь у нас рекомендации даны для бензинового двигателя 1.6 MPI. Это двигатель G4FG, в случае владельца вот этого Сида. И смотрим, давайте. Здесь стандартная таблица. Это температура окружающей среды в градусах Цельсия и Фаренгейта. И, значит, даны три рекомендации. Первая для стран Европы. Это 5W20, 5W30 и, о боже ж ты мой, 5W40 и 0W40. Как же так? Завод рекомендует те же самые масла, что и мы для стран Европы. При этом читаем сноску. Для снижения расхода топлива рекомендуется использовать моторное масло со степенью вязкости 5W20 или 5W30. То есть, завод рекомендует масла 5W40 и 0W40, но рекомендует переход на маловязкие масла исключительно в целях снижения расхода топлива. Далее. Для стран Ближнего Востока вообще рекомендуется, это просто для вот этих вот жидких товарищей, скажем так, масла 15W40 и 20W50. То есть, эти сорта масел фактически это минералка. То есть, 15W40 это галимая, простейшая, дешевая минералка, которую в 90-е годы заливали в жигули. И мы видим эту рекомендацию для стран Ближнего Востока. Почему? Потому что там жарко 40-50 градусов по Цельсию. Это действительно жара. Это, как вот в сносках мы видим, это Ливия, Алжир, Марокко, Тунис, Судан, Египет. Но при этом никто владельцам этих стран не запрещает залить масло, допустим, вот мы видим в рекомендации 5W30 и 10W30. Если меня не подводят глаза, то есть, пожалуйста, завод рекомендует, заливайте эти масла, пожалуйста, хоть при температуре 50 градусов, в том числе и для Европы, вы можете залить 5W20. Вперед, из песни вы сэкономите на топливе, на расходе, но при этом пострадает ресурс двигателя. Об этом, естественно, в сносках ничего не написано. О том, что применение таких масел вызовет более быстрый износ двигателя. Естественно, применение вязких масел, которые разрешены, как мы видим из таблицы, может вызвать за собой расход масла вследствие тонких колец. Но при этом, пока эти кольца исправны, пока геометрия цилиндров в норме, ничего страшного, применения таких масел не будет. Почему мы рекомендуем такие масла? Только из соображения того, чтобы в течение того гарантийного периода, который мы даем на ремонт двигателя, мотор к нам назад не приехал с провернутыми вкладышами и задранными постельными распредвалов. Естественно, это не панацея никаким образом, такие случаи гарантийные были, но их очень мало. Это совершенно мизерное количество возвратов, поэтому мы даем такие рекомендации. Но при этом мы владельца нисколько не неволим к тому, чтобы он в дальнейшем, после окончания гарантийного периода, перешел на любое, какое ему угодно масло. Пожалуйста, хоть V5, V20, хоть 30-ку лейте. Все по вашему усмотрению, вашему желанию. Вот поэтому эту табличку стоит распечатать и на клей ПВА приклеить вот прям на лоб этим деятелям, поклонникам жидких масел, которые кричат, что мы дураки, мы ничего не знаем, что надо лить. То, что рекомендовано заводам. Так вот, дядя Шлёпа, посмотри в эту таблицу и увидь масло 15V40, увидь масло 20V50 и пойми, что это тоже рекомендуется заводам для жаркого климата. И ничего страшного моторам от этого не будет абсолютно. Ну вот, вкратце, замечательная таблица для тех, кто сомневается в том, какое масло лить. И еще большая просьба, не звоните нам с вопросами, что мне лить в двигатель моей лагуны или моего запорожца. Мы не даем никаких рекомендаций, потому что лить все рекомендации заводов-изготовителей вы можете найти в открытом доступе и, ориентируясь на них, самостоятельно выбрать масло. Если вы с этим затрудняетесь, есть целая куча людей, кто занимается продажей масел вперед и с песней к ним. У нас времени заниматься рекомендациями персонально нет совершенно. Поэтому очень большая просьба не беспокоит нас этими звонками. Ну а если уж вы решили, что вы единственный такой уникальный и позвонили с вопросом, что выбрать в качестве масла для своей лагуны, ну извините, пожалуйста, боюсь, что адекватного ответа вы не получите, потому что действительно мы этим не занимаемся. Теперь открываем вторую страницу. Там тоже очень интересная информация. На следующей странице мы видим рекомендации для двух типов двигателей, которые у нас не пользуются большой популярностью. Первый двигатель это Капа объемом 1.0 и 1.4 Turbo GDI. То есть это прямой впрыск и турбина. Здесь завод дает только одну рекомендацию для всех стран, без исключения. Это 5W30 и 0W30 при любом температурном диапазоне окружающей среды. Этот двигатель у нас пока что не распространен, хотя компания начинает его выводить в продажу. Я думаю, что это будет наше будущее, потому что двигатель Капа все-таки оснащен гидрокомпенсаторами и турбина в сочетании с прямой впрыском позволяет говорить о том, что это действительно достаточно универсальный мощный двигатель. Но пока что он у нас не столь популярен, как G4FG, для которого строят целый завод двигателей на 220 тысяч в год, насколько я помню. Поэтому мы в ближайшие годы будем, я думаю, оперировать в основном с моторами FG 1.6. И последний двигатель это Капа 1.4 MPI, то есть это распределенный впрыск без всякой турбины, без прямого впрыска, с обычными форсунками топливными. Здесь уже рекомендации более расширенные. Здесь мы видим опять масло 15W40 и 20W50. То есть опять масло и 40, и 50, которую не дай боже залить в двигатель по ярым уверениям вот этих вот жидкомасленчиков, что это прям ужас и страх божий для мотора. Завод рекомендует и для Европы, они рекомендуют его и для стран Ближнего Востока. Но здесь мы снова видим ссылки на то, что нужно применять жидкие масла 5W20 для снижения расхода топлива. Еще раз повторюсь, заводу плевать на ресурс двигателя, ему плевать на то, сколько он у вас пройдет. Заводу важнее, чтобы он выходил в свою гарантию, не вернулся в гарантийном периоде. Важнее то, чтобы он соответствовал неким требованиям по расходу топлива, динамики и все. Дальше трава не расти. Ему плевать на цилиндры, на коленвал, на вкладыши, на постели распредвалов. По истечении определенного периода дальше вы должны пойти купить новый автомобиль. Я думаю, когда мы придем по уровню доходов к Европе, это все действительно будет актуально. И мы точно так же будем лить какие-нибудь там масла, я не знаю, 0W7,5. Вот самые передовые масла, которые сейчас Хонда начинает применять. Мы немножко руководствуемся другими соображениями при рекомендациях. Нам нужно, как я уже повторил, чтобы мотор выходил как можно больше, чтобы он не вернулся по гарантии, опять-таки, после ремонта. Поэтому мы даем рекомендации по верхней границе. Опять-таки, учитывая то, что шероховатости поверхностей, это цилиндров, коленвала, там после полировки или шлифовки, или шероховатости распредвалов после выполнения ремонтного напыления, шлифовки, они не соответствуют заводским показателям. То есть, фактически, мы при ремонте определяем то, какое масло владельцу желательно применять, хотя бы на первых этапах сборки и обкатки двигателя. Потому что все равно качество хонингования, оно не соответствует тому, что применяет завод-изготовитель. Поэтому, учитывая российские реалии ремонта, скажем так, определенной нищеты владельцев, которые не могут купить новую машину сразу после того, как развалился двигатель на предыдущем автомобиле, мы даем свои рекомендации. Ну, а то, что мы получаем за это критику, ну, это странно, потому что, видимо, люди не заинтересованы в том, чтобы, скажем так, ресурс двигателей после ремонта был хотя бы сколько-нибудь приемлемым. Ну, что я могу сказать? Вот есть люди, которые советуют лить такие масла, пожалуйста, лейте двадцатки-тридцатки. Но наши рекомендации, они обоснованы теми факторами, про которые я рассказал ранее. Факторы шероховатости и качество обработки поверхностей. И в том числе фактор того, что на жидких маслах все-таки заводу важнее не ресурс двигателя совершенно, а показатель эксплуатационного расхода топлива. Вот и все, пожалуйста, читайте книжки хотя бы заводские, хотя бы то, что рекомендует завод. Вот все у вас на экране. И сороковка, и пятидесятка вполне себе разрешены заводом для двигателей как КАПА, так и для двигателей серии ГАММА. Тот же G4FG, FC и FA. Единственное, наверное, последнее замечание, это все-таки, учитывая качество нашего топлива, качество наших дорог, воздуха, довольно-таки сильно запыленного, единственная рекомендация, это менять масло почаще. Вот и все на этом. Спасибо за просмотр. До свидания.